Нарушителей российского миграционного законодательства будут доставлять в Центр временного содержания в деревне Костылёво-Егорьевского района со всей Московской области. Этим займутся судебные приставы после соответствующего решения суда о выдворении нелегальных мигрантов из России. Нелегалы будут находиться в Центре около 10 дней, ожидая депортацию на родину. Они сами будут заниматься уборкой своих комнат и территории Центра. А правоохранительные органы будут выполнять свою работу. Они здесь в базу данных попадают. Для того, чтобы повторно он сюда уже не попадал, отпечатки пальцы снимает и так далее. Для того, чтобы второй раз он правонарушение уже не был ограничен в возможности создать, в следующий раз он сможет въехать на территорию России не ранее, чем через 5 лет. Строительство этого центра обойдется бюджету Московской области в 200 миллионов рублей, а работать он будет за счет федерального бюджета. Огромное количество обращений от жителей на заполонившую Московскую область незаконных мигрантов. И для того, чтобы их депортировать в соответствии с действующим, в том числе международным законодательством, необходима эксплуатация подобного центра. Однако одного центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства для всей Московской области недостаточно. Потребность в таких центрах должна сформулировать Федеральная миграционная служба. Центр для нелегальных мигрантов в деревне Костылево-Егоревского района Подмосковья – своего рода пилотный проект. Деревня удалена от крупных населенных пунктов. Это и определило место расположения центра. У Московской области не так много земель, находящихся в собственности, где можно было бы подобный центр разместить. И, соответственно, было принято решение разместить на территории бывшего военного городка, потому что здесь относительно благополучное инженерное обеспечение, разумная транспортная доступность до авиационных узлов для депортации. Население деревни Костылево поначалу было недовольным размещением на своей территории центра для нелегалов. Но он создаст новые рабочие места, появятся и налоговые отчисления. Нелегальные мигранты будут содержаться под контролем полиции, погибать центр им запрещено. По периметру территории центра и в комнатах, где будут проживать нелегалы, установлены камеры. И местному населению ничто не грозит, уверены в правительстве Московской области. Реакции жителей достаточно понятны. Наверное, они были больше за размещение здесь какого-то репетиционного центра, какой-то зоны отдыха. Но реалии таковы, что этот центр где-то нужно разместить. И я благодарен жителям за то, что они услышали слова губернатора и согласились с размещением центра, и острота была снята. Юлия Беспалькова, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».